Вспоминает успех, забавляет любовь, грех По меркам 90-х годов этот музыкальный клип снят очень профессионально. Старый актер грустит в заброшенном здании театра. Историю снял амурский режиссер Борис Джоджашвили в 97-м году. Съемки действительно проходили в драмтеатре. И очень символично, что в этом месте собрались друзья, коллеги и семья амурского мастера. Прокучил ГИДИС в Москве, такой из театральный институт. Работал на НИВИ, так сказать, кукольного дела вначале, приехав сюда, в Амурскую область. А, до этого еще в Белиси? А, в Белиси были спектакли, да. В Майкопе были спектакли. Уход Бори, он как бы заставил нас собраться всех и как-то повспоминать вот те времена, 24-х лет, летней давности, как все начиналось. Потому что и Альфа-канал сегодняшний вырос, собственно, из одежонки арт-видео. В 91-м году телевидение делали, как говорят, на коленке. Зато говорили обо всем прямо и честно. Была одна, очень ценная для всех камера. Кроме новостей читали поздравления и объявления. Руководил процессом Борис Джаджиашвили. Благодаря ему сохранилась и так называемая кухня арт-видео. Продается авторезина на автомобиле «Волга» и «Москвич». Пардон. Продается пульт к электрон-барабанам. Обращаться по адресу улица Партизанская, 43. 1 июля пропала собака породы «Родельтерьер» с 7 лет. На собаке был ошейник и намордник. Особые приметы – неправильный поставку шеи. Вот одна из первых заставок арт-видео. 3D-формат 90-х шутят бывшие и нынешние телевизионщики. Это первая съемка ведущей программы «Альфа-канала» и главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» в Благовещенске Эльвира Аверченко. В 91-м году она работала в типографии и ничего не знала о телекомпании. На арт-видео ее позвал брат Игорь Горевой. Он первый заразился телевидением. «Посадили меня перед камерой. В общем, ходит какой-то вот такой человек. Говорит, слушай, к отцу, сядь и почитай уже что-то. В общем, ну, короче говоря, села, что-то прочитала. Он говорит, ладно, завтра приходи на работу». «Когда еще говорят, я хочу информационную программу вести». «Да, пожалуйста». «Мы ночь монтируем весну». «Кому это надо?» «Никто это не оплачивает. Никто это не оплачивает. Естественно, это просто получаешь кайф от работы с Борей вместе». Благодаря Борису Михайловичу в сложные 90-е могли зарабатывать актеры театра. В рекламе местного ТВ снялась почти вся труппа. Порой ролики напоминали мини-фильмы. Настолько они были художественные и масштабные по съемкам. На вечере воспоминаний дали слово Крыму и Москве. Через скайп на связь вышла первый диктор телекомпании – арт-видео Елена Лазутина. В ее карьере телеведущей «Одно время Елена вела доброе утро» на Первом канале большую роль сыграл Борис Джаджашвили. «Никогда не было вот этого я, делая, как я сказала, он всем нам давал двигаться на ощупь, поэтому получалось так искренне. Может быть, немножко, конечно, по-детски, смешно». Бориса Михайловича не стало 9 января после тяжелой болезни. С камерой он не расставался до последнего. Иногда снимал рекламу, но все чаще для себя – в стол. Его никто не просил, его никто не заставлял. Просто вот он сам брал камеру. Иногда даже я не помню, что такое тут стоишь у окна. Он, мама, не видишь, камера стоит здесь. Может быть, он даже думал, что вдруг это пригодится. В поисках развлечений идите на наш свет. Известный зрителям арт-видео слоган станет названием проекта воспоминаний о Борисе Джаджашвили и самой телекомпании. Выпуски начнутся с 21 февраля по субботам на Альфа-канале. Наталья Погодаева, Василий Пронькин, Альфа-Новости.